Доброе утро, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы поговорить о манипуляции. Я вчера затронул эту тему. Что такое манипулирование? Манипулирование – это попытка стремления изменить поведение или понимание или решение человека, используя скрытую, обманную, лживую или насильственную тактику. Когда мы пытаемся менять мировоззрение других людей, в этом нет ничего предосудительного. Хотя сегодня вообще любая попытка повлиять на мировоззрение человека воспринимается как некая агрессия и что-то негативное. Это не так. Всякий раз, когда вы проповедуете Евангелие, вы пытаетесь поменять мировоззрение человека. Однако, манипулирование – это когда мы с вами пытаемся сделать это, используя скрытые тактики, какие-то подводные вещи, используя слабость человека, используя его в какой-то мере несовершенство. Когда мы с вами используем эти тактики, мы манипулируем. Или же, когда мы пытаемся обманывать человека, неважно, по какой причине это происходит. Неосознанный обман или же осознанный – это все равно манипулирование. Я уже не говорю о насильственной тактике. Все, что мы с вами делаем не открыто, все, что мы с вами делаем в кабинетах за закрытыми дверями, все решения, которые принимаются кулуарно – это манипулирование людьми. Мы должны избегать этого, по крайней мере, приложить к этому максимум усилий. Если мы не будем этого делать, то наше восприятие мира изменится. Я призываю каждого служителя посмотреть на ту тактику, которую мы используем для того, чтобы достигать людей. Даже если наша тактика достаточно прямая и откровенная, но у людей, на кого она направлена, она вызывает вот это чувство манипулирования, то я думаю, нам нужно прекратить это. Итак, манипулирование – это попытка изменения сознания, поведения или решения человека, используя скрытую, ложную или же насильственную тактику. И я думаю, что это не должно быть присуще не только служителю, но и вообще христиану. Субтитры создавал DimaTorzok